посвященный прозрачным объектам. Дело в том, что в биологии очень многие образцы, с которыми мы работаем, первые живые клетки, они изначально не окрашены, прозрачные. И увидеть такие объекты бывает достаточно сложно. С другой стороны, мы не всегда можем покрасить наши клетки. Хотя потому, что многие краски, если мы будем говорить о красках, например, не флюоресцентных, которых нужно мало, а, например, возьмем ту же самую синьку, покрасим наши клетки, они прекрасно покрасятся. Но проблема в том, что при взаимодействии со светом краски будут оказывать фототоксическое воздействие на наши объекты и тем самым их разрушать. Та же самая синька, она, например, будет генерировать просто свободные радикалы на поверхности наших клеток. Понятно, вряд ли клеткам это сильно понравится. Поэтому нам нужен какой-то метод, который позволит нам увидеть, условно говоря, прозрачные, неокрашенные объекты. На этой лекции мы с вами рассмотрим, каким образом возможно увидеть такие объекты. Мы рассмотрим несколько подходов. Это темное поле, косое освещение, фазовый контраст. Очень немного внимания уделим поляризационной микроскопии, потому что нам больше понадобится как переходный этап, чтобы объяснить дифференционно-интерференционный контраст, либо контраст на Марвского, он же. И поговорим еще о модуляционном контрасте. Очень интересный метод. Расскажу интересную историю, почему он так долго не применялся в микроскопии. И очень современное модное направление, которое появилось сначала в 60-х годах, потом из-за того, что не было возможности с ним нормально работать, не было компьютеров, камер и так далее, об этом направлении, условно говоря, забыли. И где-то только с 2010 года это направление сейчас опять активно развивается. Это голографическая микроскопия. Начнем с того, как и для чего нам нужно такие объекты увидеть. Вот пример. Прозрачный объект – это известная вам диатомовая водоросль. И понятно, что ее панцирь абсолютно прозрачен. И очень неудобно его визуализировать в микроскопе проходящего света. Здесь его еле-еле-еле видно. И первый метод, который мы с вами успеем рассмотреть на этом занятии – это метод темного поля. В этом методе объект будет выглядеть вот так. Смотрите, у вас будет темный фон, и на этом темном фоне будет хорошо виден ваш объект. Но для этого объект должен хорошо преломлять или рассеивать свет. В чем заключается основа этого метода темного поля? Вспомните опять кинотеатр и пылинки. Почему вы эти маленькие пылинки хорошо видите? Почему контрастность большая? Потому что фон темный, правильно? Что нам дает фоновое освещение нашего препарата? Если у нас не будет никакого препарата на микроскопе, то какой порядок лучей мы только будем с вами собирать? Будет ли что-то, если нет самого препарата, на котором происходит дифракция, что будет ли нам давать какие-либо порядки лучей, кроме нулевого? Ничего не будет. А теперь давайте сделаем микроскоп немножко, скажем так, в испорченном состоянии. Сделаем так, что нулевые порядки лучей не будут собираться объективом. То есть положим под наш конденсор кольцо, так, чтобы свет, проходя через это кольцо, уходил мимо нашего объектива. То есть если у нас нет никакого объекта на нашем столике, мы видим просто темный черный фон в идеально настроенном микроскопе. Если же у нас появляется какой-то объект, то свет на нем подвергается дифракции. В английской литературе это будет разделено на так называемое S-surround wave или окружающая волна. По-русски это нулевой порядок. Проще будет так говорить. Ну и то, что иногда в литературе, опять же, англоязычно называется diffracted wave, волна, предупреждающая дифракцию на объекте, это на самом деле как раз порядки лучей больше, чем нулевой. Первый, второй и так далее. Мы помним, чтобы изображение получилось, нам нужно собрать минимум два порядка, любых. Не обязательно нулевой и первой. Может быть первый, второй. Или два первых, но с разной стороны. Или, то есть просто нужно два порядка, чтобы они смогли в какой-то точке нашего экрана подвернуться уже конструктивной и деструктивной, соответственно, интерференции. Ну и понятно, что так как нулевой порядок лучей мы с вами не собрали, то фона, где нет объекта, у нас тоже нет. Он черный. А там, где объект есть, где происходит дифракция, мы его очень хорошо видим. Понятно, что темнопольная микроскопия очень проста в реализации. Вам не нужно покупать никаких дорогих фирменных установок для этого. Можете положить просто в апертурную диафрагму под конденсор колечко, напечатанное, если хотите, на прозрачной пленке на принтере, вырезанное как угодно, и получить этот метод на вашем микроскопе. Но есть, правда, и минус. Первый минус. Как вы думаете, что произойдет с разрешением нашего микроскопа в данном случае? Помните, мы говорили с вами о числовой апертуре. И мы говорили о том, что в формуле у нас участвует числовая апертура и конденсора, и объектива. А здесь мы с вами числовую апертуру нашего конденсора искусственно уменьшили. У нас уже не весь набор лучей есть, которые мы можем собирать, а только какой-то небольшой набор, то есть небольшие углы. Так что, в принципе, у нас разрешение уменьшится, но с другой стороны, детекция, контрастность увеличится. То есть мы будем способны с вами увидеть объекты, которые за счет контрастности были плохо видны, но с меньшим несколько разрешением. Так что, в принципе, можем увидеть даже отдельные, например, лизосомы внутри клетки, которые гораздо меньше дифракционного предела. Но сказать 1, 2, 10 лизосом, увидеть их отдельно мы, конечно же, с вами не сможем. Метод хорош, но он требует объектов, хотя и прозрачных, достаточно хорошо рассеивающих свет. То есть понятно, что раковина диатомовой водоросли здесь будет прекрасна. Но если это будет, скажем, живая клетка, только какие-то части этой клетки будут хорошо рассеивать свет. Например, лизосомы, например, микротрубочки. Ну, в общем-то, и все. Если у нас есть какой-нибудь очень порядочный хроматин, его тоже будет хорошо видно. Если есть какие-то кристаллы, может быть, их будет видно. Но, конечно, самих все мембран клетки, ну, видно достаточно плохо. Поэтому этот метод позволяет работать только с небольшим набором объектов. Как вариант этого метода, есть еще метод, который называется метод освещения по Рейнбергу. Идея та же самая. Но мы теперь лучи, которые используем для освещения нашего препарата, не убираем полностью. То есть у нас не черное колечко, а просто меняем их цвет. У нас светофильтр состоит как бы из двух частей. Вот красное по центру, а желтое по краям. Или там белое и синее, как хотите. И фильтр подобран таким образом, чтобы центральная его часть, свет, который проходит через нее, собирался объективом. И мы здесь видели изображение в проходящем свете. А то, что проходит по краю, у нас не попадало в объектив. И только свет, который дефрагировался на объекте, мог быть собран объективом. То есть получается, что этот метод это комбинация светлопольного и темнопольного изображений, различающихся по цвету. Ну вот, к примеру, у нас в красном цвете получается с вами изображение проходящего света, обычное. Ну а в желтом цвете, если использовать вот такой светофильтр, мы видим темнопольное изображение. Или вот как здесь, с личинкой комара. Посмотрите, в синем вы видите изображение проходящего света, а в белом то, что не будет собираться нашим объективом. Вы видите темнопольное изображение этого же объекта. Мы можем разделить все наши объекты, которые мы микроскопируем, условно на два типа. Это амплитудный объект, который меняет яркость света, после того, как свет через него проходит. И фазовый объект, который не меняет яркость света, но так как у него есть определенный коэффициент преломления, отличающийся от коэффициента преломления, окружающей среды, он будет менять фазу света. И мы с вами договорились, что в принципе, если мы сможем визуализировать каким-то образом фазу света, то по идее мы можем получить изображение даже таких прозрачных объектов при одном условии. Они должны различаться хоть на сколько-то по своему коэффициенту преломления относительно среды, в которой они находятся. С другой стороны, если у нас, например, клетки находятся в среде питательной, условно говоря, скажем, что практически вода, там некоторое количество солей, некоторое количество дополнительно белков, питательных веществ и так далее. И у нас есть клетка. Как вы думаете, чем будет отличаться вот эта питательная среда от клетки? Почему коэффициент преломления может в них различаться? Ведь и в клетке, и в среде есть вода. Но что различается? Абсолютно верно. То есть, по сути дела, мы с вами можем за счет этого метода оценить количество, ну, скажем так, сухого вещества внутри клетки. Вода, она и снаружи, и внутри будет с одинаковым коэффициентом преломления, а вот растворенные в ней вещества ее коэффициент преломления будут менять. То есть, по сути, если вы могли с вами количественно оценить фазу, сказать, что здесь смещение фазы на такое-то количество градусов или даже меньше, здесь на такое-то, то вы могли бы оценить массу сухого вещества в каждой точке нашей клетки. Сгласитесь, здорово. К сожалению, такие методы только начинают появляться, и мы только в конце лекции о них поговорим. Но есть методы, которые позволяют нам, скажем так, качественно оценить, количественно мы, конечно, не можем, но качественно оценить эту разницу. Давайте посмотрим на следующий слайд, где у нас представлен абсолютно фазовый объект, который не меняет амплитуду и меняет только фазу. При этом давайте посмотрим, если у нас действительно очень большая разница, то изменение фазы может быть даже на период. И в итоге, если мы возьмем луч, который получился после прохождения через объект, и некий опорный луч, который бы прошел рядом с объектом или через объект, не изменив свою фазу, мы могли бы заставить эти два луча проинтерферировать. И в данном случае, раз у нас полностью на период разница, мы получили бы нулевую амплитуду. То есть в этом месте бы наше изображение было бы темное, черное, при том, что у нас и один луч прошел через наш препарат, который не подвергся, например, на нем изменению, то есть, скажем, прошел где-то рядом с клеткой, и второй, который прошел через клетку, несет информацию уже о изменении коэффициента преломления. Если мы заставим это интерферировать, в самом идеальном случае, если действительно такая большая разница хода вдруг получилась лучей, мы получим с вами черную темную точку. Другой случай. Предположим, что у нас есть очень небольшое изменение преломления. Изменение фазы также будет небольшим. И в итоге мы получим с вами при интерференции, в принципе, конечно, эти две амплитуды сложатся, поэтому здесь не совсем в размер. Мне бы нужно было нарисовать тогда примерно вот такого размера эту волну. Но, тем не менее, как видите, за счет того, что эти амплитуды сложились, в этой точке у нас изображение стало ярче, чем если бы у нас была только одна опорная волна. И третий вариант, нечто среднее. Предположим, опять же, у нас возможно между этими двумя волнами в точке уже на изображении интерференция, ну и амплитуда может стать меньше. Таким образом, если у нас есть волна, которая прошла через клетку и несет информацию о изменении в данном случае фазы, то есть о изменении коэффициентов преломления, и у нас есть какая-то волна, которая прошла вне клетки, если мы заставим их проинтерферировать, то мы сможем перевести разницу фаз в разницу яркости. То есть мы можем это уже увидеть глазом. И первый метод из многих методов оптического контрастирования, которое сейчас уже существует, такой классический, за который была даже дана Нобелевская премия, это метод фазового контраста. Давайте посмотрим, как в этом методе выглядит изображение прозрачных клеток. Смотрите, каждая клетка обведена как бы таким ободком, это один из артефактов на самом деле этого метода, но он может быть полезен, например, при подсчете клеток. Но с другой стороны, те места, где концентрация белка наиболее высокая, посмотрите, в ядрышке у нас есть, у нас есть какие-то участки в цитоплазме, где чуть больше. Мы видим это как более темные участки на изображении, то есть в случае просто проходящего света, эта картинка была бы практически невидимой, контрастности бы не хватило. В случае фазового контраста мы можем получить изображение, где эти клетки видны достаточно хорошо. Давайте посмотрим, как здесь решается проблема перевода фазы в яркость, в, соответственно, интенсивность. Как вы помните, у нас уже был метод темного поля, где мы клали под конденсор колечко, которое пропускало свет только под определенными углами на наш препарат. Здесь ситуация такая же. Мы тоже кладем колечко, которое тоже пропускает на наш препарат свет только под определенными углами. И это колечко, естественно, находится в апертурной плоскости, потому что если оно бы находилось в плоскости полевой, оно было бы со фокусным соображением, только это кольцо с вами бы и видели. И посмотрите, в чем отличие от метода темного поля. Теперь мы эти лучи все-таки собираем. Они у нас все-таки попадают в объектив. Но мы считаем, что это лучи нулевого порядка, которые не подверглись дифракции на объекте. И, соответственно, мы считаем, что они не изменили свою фазу. И мы их приводим также в одну точку с теми лучами, которые будут формировать изображение нашего объекта. Но посмотрите, у нас действительно есть опорный луч. Это лучи, прошедшие через отверстия в нашем фазовом кольце, которые прошли через наш объектив, которые пришли на эту точку. Но если вы помните, в случае дифракции нулевой порядок самый яркий. И если бы мы просто сделали только такое кольцо в конденсоре и больше ничего бы с вами не добавляли, то контрастность была бы очень-очень-очень маленькой. Это были бы меньше, чем несколько процентов. Мы просто бы этого не увидели. Что мы можем сделать с нулевым порядком, который самый яркий? Мы можем его с вами ослабить. Мы знаем, что это нулевой порядок у нас проходит только вот здесь. И если мы теперь в объектив, в его, опять же, апертурную плоскость, положим тоже колечко. Но колечко, в котором вот эти вот две области, где кольцо как раз проходит, будут затенены. То есть кольцо, где, скажем, наполем какой-то металл. Причем, например, сделаем так, чтобы ослаблялось где-нибудь на, не знаю, 80, если хотите, процентов, к примеру, яркость, цвета прошедшего через, например, вот эти вот участки. Это будет означать, что нулевой порядок мы с вами уменьшили. Его яркость стала меньше. А, соответственно, любые изменения яркости, так как фон стал менее светлым, будут более контрастны. Мы их лучше всего увидим. Но, опять же, биологические объекты не очень сильно меняют, на самом деле, фазу света. Они не очень сильно отличаются по коэффициенту преломления от той среды, в которой они находятся. Поэтому, если мы будем смотреть вот сейчас таким образом, когда мы только ослабили нулевой порядок, у нас будет в основном конструктивная интерференция. Что, согласитесь, не очень хорошо, потому что маленькие изменения нашего коэффициента преломления в таком случае будут приводить к очень малым изменениям яркости. Контрастности будет не хватать. Давайте мы сделаем так, что лучи, которые будут проходить в виде нулевого порядка, наш опорный луч, через вот эту пластинку, которая помещена у нас в наш объектив, будут отставать или опережать лучи, прошедшие мимо нее, на, скажем, четверть длины волны. Смотрите, опорный луч у нас на четверть длины быстрее проходит, а луч, прошедший вне него, на четверть длины медленнее. То есть мы с вами создали разницу фаз в половину длины волны. Что это означает? Это означает, что сейчас у нас фон будет серым. У нас происходит достаточно сильная деструктивная интерференция. У нас не так много света в каждой точке, где нет объекта, образуется. Но если у нас теперь вот этот луч, который будет здесь проходить, будет идти чуть-чуть быстрее, у нас будет чуть светлее. Если чуть медленнее, у нас будет чуть темнее изображение. То есть что мы с вами сделали? Мы теперь работаем не в месте, где у нас максимально получается интерференция конструктивная, где у нас света очень много, а в месте, где у нас достаточно сильно выражены деструктивные интерференции и небольшие изменения нашей фазы будут приводить к значительным изменениям яркости. Давайте вернемся на предыдущий слайд. Согласитесь, если мы будем работать вот в такой ситуации и у нас будет небольшое изменение разницы, то у нас будет небольшое изменение амплитуды. Это не очень хорошо. А с другой стороны, если мы будем работать с вами вот в таком случае, к примеру, вырожденном, конечно, мы не будем добиваться, чтобы у нас была полностью деструктивная интерференция, но тогда небольшой сдвиг сюда или сюда приведет к чему? Потому что у нас уже будет не ноль, а какая-то эмальная амплитуда. То есть, таким образом, если мы теперь с вами сделали именно такие условия, любое изменение, даже очень небольшое, будет приводить к достаточно значительному изменению уже амплитуды результирующей волны. И за счет этого, посмотрите, мы с вами видим эти клетки очень хорошо. Конечно, кольцо это специально делает, специально рассчитывается. В объективы его обычно ставят на заводе. Но сейчас появились новые микроскопы, где такое кольцо в апертурную плоскость может ставиться пользователем. То есть, можно использовать обычные объективы и, тем не менее, получать метод фазового контраста. Конечно, нельзя пропустить изобретателя этого метода, Фрица Церники, и, соответственно, упомянуть, что за этот метод была дана Нобелевская премия в свое время. И, несмотря на то, что все говорят, что фазовый контраст уже отходит на второй план, я бы не был настолько категоричен. Ну, во-первых, в фазовом контрасте, посмотрите, как хорошо видны границы между клеток. Здесь нам нужно будет просто посчитать клетки. В фазовом контрасте за счет вот этого гала вокруг клеток нам будет очень легко просто их посчитать и сказать, сколько здесь клеток. Плюс метод достаточно простой. Он не использует ни поляризованного света, ничего. Мы можем смотреть в чашках пластиковых, например, наши объекты. Поэтому, конечно, этот метод до сих пор используется. Что нам потребуется, чтобы этот метод осуществить на настоящем микроскопе? Ну, во-первых, нам нужен будет объектив, в котором это фазовое кольцо установлено. Как это можно увидеть? Посмотреть на заднюю апертуру объектива. И если вы видите вот такое вот колечко, то это объектив, подготовленный для фазового контраста. Второе. На объективе обычно написано две буквы PH. И у некоторых фирм есть разные обозначения приняты, но в основном на объективе для фазового контраста надписи сделаны зеленым цветом, или наверху этого объектива, если мы, например, говорим о фирме Лейке, есть зеленая полоска. Но чаще всего на объективе еще где-то написано PH, фазовый контраст. Дальше. Так как мы должны с вами поместить все эти элементы в определенные места микроскопа, микроскоп должен быть настроен по келлеру. И тогда мы можем действительно положить туда и наше фазовое кольцо, и поставить объектив соответствующий. После настройки по келлеру кладем фазовое кольцо. Нам нужно посмотреть теперь на апертурную плоскость, потому что это кольцо именно в ней. И посмотреть на эту плоскость можем несколькими способами. Первое. Можем просто вынуть окуляр. Второе. В некоторых микроскопах для удобства установлена так называемая линза Бертранда. Это линза, которую можно где-то ближе к бинокулярной насадке переключить, поставить в оптический путь микроскопа. И вы тогда увидите, не вынимая окуляров, не всегда это удобно делать, как раз таки апертурную плоскость. Что в апертурной плоскости будет видно? Тут видны два вот этих кольца. Светлое кольцо. Вот это вот. Это кольцо, которое мы положили в конденсор. Это свет, который проходит для освещения. Темное кольцо, вот здесь оно видно чуть хуже, но, тем не менее, его, в принципе, можно разглядеть. Это кольцо, которое у нас находится в нашем объективе. И, естественно, чтобы этот метод работал, нам нужно, чтобы вот этот нулевой порядок лучей, светлое кольцо от конденсора, полностью совпадало с этим темным кольцом, фазовой пластинкой, лежащей в задней апертуре объектива. Как это делается, покажу чуть позже. Ну вот, картинки с реального микроскопа. Здесь кольцо может быть еще хуже видно. Вот это вот беленькое кольцо, которое действительно лежит в конденсоре, а вот это вот такое синеватое, это кольцо, которое здесь сейчас не совмещено и находится в объективе. Наша задача теперь эти кольца совместить, так, чтобы они друг на друга полностью перекрывались. Вот картинка такая, или такая должна получиться. И тогда, если мы будем смотреть препарат, мы увидим, что мы получили истинное изображение фазового контраста. Как видите, объект стал гораздо лучше виден. В случае, если кольца не совмещены, мы будем получать некий частичный вариант фазового контраста, но понятно, что он не является хорошим, потому что мы не получаем нужного эффекта. Как видите, настройка микроскопа достаточно простая. Самое сложное, конечно, это его просто по келлеру вначале настроить. И не забыть взять соответствующий объектив. Дальше все очень просто. Как настройку этого кольца, как его сдвигать, как вставлять в эту настройку? У большинства микроскопов сейчас дополнительные оптические элементы у конденсора находятся в так называемом револьвере элементов, где вы можете, поворачивая диск, находящийся под конденсором, вставлять в оптический путь разные фильтры, апертура, кристаллы, призма намарского для DIC и так далее. И вы должны выбрать подходящее колечко. Посмотрите на заднюю апертуру нескольких объективов. Объектив с небольшим увеличением, скажем, 10 крат. Объектив с большим увеличением, скажем, 100 крат. На самом деле тут больше важно даже не увеличение числовой апертуры. Тем не менее, как вы видите, размер колец немножко различается. И эти объективы могут быть подписаны не просто PH, о котором я говорил на прошлом слайде, например, PH3. Это означает, что для этого объектива нам нужно выбрать соответствующее фазовое кольцо, которое мы положим под наш конденсор. И посмотрите, на нем тоже есть надпись PH3. У нас есть объектив, например, с большой числовой апертурой, большим увеличением, на котором может быть PH1 написано. И тогда мы должны положить, соответственно, колечко тоже, такое же маленькое, на котором тоже PH1 написано и так далее. Обычно здесь подписана еще и числовая апертура, до которой он нормально работает. Они идут чаще всего, если покупаете объектив с фазовым контрастом, могут идти просто в комплекте с ним. И дальше, после того, как вы положили это колечко, перевернули револьвер насадок в нужное положение, при помощи шестигранного ключика и при помощи регулировочных винтиков вы можете сдвигать это колечко по диагонали в одну сторону и в другую сторону. За счет чего вы можете теперь его выровнять с кольцом, которое находится уже непосредственно в объективе. Немножко для общего развития, это уже не будет в зачете, на самом деле вариантов фазового контраста есть несколько. Есть положительный фазовый контраст, есть отрицательный фазовый контраст. Различаются они тем, как сделано фазовое кольцо в объективе. Задерживает ли она опорный луч, или наоборот, позволяет ему пройти чуть быстрее. То есть на одну четверть длины волны опорный луч будет опережать другие лучи, или наоборот отставать. И картинка, как видите, различается фоном. В случае обычного варианта фазовый контраст у нас серое поле. В случае, если мы возьмем негативный фазовый контраст, мы получим вот такое темное поле. Но, как видите, в остальном, извините, вот эта картинка, здесь я был не прав. Вот картинка. Но, как видите, в принципе, такое предпочтение, кому больше нравится, какой вариант. Какие есть особенности? Ну, во-первых, метод фазового контраста, как мы уже с вами говорили, он не количественный, он только качественный. Мы видим эту разницу, но что такое изменение яркости? Например, вот здесь у нас какой-то участок черный, или вот здесь какой-то участок светлый. Это изменение длины оптического пути. А длина оптического пути, если мы полностью будем писать, это коэффициент преломления, умноженный на время, которое луч проходил через этот коэффициент преломления, либо, опять же, можем перевести это в расстояние, то есть в толщину клетки. Ну, на самом деле, еще нужно длину волны было бы упомянуть по-хорошему. Таким образом, изменение яркости – это произведение вот этих величин. И если мы видим какую-то часть клетки более черной или более светлой, мы не можем сказать, что это. Это более толстый участок клетки, или это больше или меньше коэффициент преломления. Поэтому то, что мы видим, можем назвать длиной оптического пути. И говорить о толщине каких-то объектов или коэффициент преломления могли бы только если вторая перемена у нас зафиксирована. Представьте, что у вас, например, есть спил какого-то прозрачного минерала. И вы знаете, что толщина этого минерала у вас всегда одинаковая. Тогда действительно изменение в фазовом контрасте яркости, так как толщину мы с вами бы в данном случае зафиксировали, говорил бы нам только о коэффициенте преломления. Ну и наоборот, если бы у нас, скажем, мы знали, что объект одинаковый, совершенно одинаковое коэффициенте преломления имеет, например, у нас просто стеклянная полоска с какими-то углублениями или наоборот, возвышениями. И понятно, что стеклянная полоска имела бы один и тот же коэффициенте преломления везде, то мы могли бы тогда поговорить о именно изменении толщины этой полоски. Но для биологических тканей у нас меняется и толщина нашей клетки, и коэффициенте преломления внутри клетки тоже различается. Поэтому в данном случае, видя такую картинку, можем говорить только о длине оптического пути. Разница между светлым полем той же самой клетки и фазовым контрастом, чтобы ее можно было визуализировать, приведена на этом слайде. Обратите внимание на два артефакта. Ну, опять же, артефакт или особенность, тут можно поспорить. Первое. Вокруг клетки есть вот такой ореол, который очень хорошо виден на всех фотографиях. Это так называемая гала. Почему она возникает? Дело в том, что мы с вами, когда говорили об устройстве микроскопа, мы считали, что у нас на фазовое кольцо попадает только нулевой порядок. Но понятно, что этого гарантировать мы не можем, а какие-то лучи, которые подверглись дифракции на нашем объекте, также будут попадать на фазовое кольцо, и они будут ослабляться, их будет меньше. И второе, что мы тоже видим. Понятно, что клетка к центру становится чуть больше, толще. Вряд ли там, где ядро, она тоньше становится. Но она становится чуть светлее. Видно, вот эта часть более темная, вот эта часть клетки более светлая. Обратите внимание, что то же самое видно и на других картинках фазового контраста. И если мы положим просто покровное стеклышко в микроскоп для фазового контраста, мы увидим вот такую картинку. Вокруг покровного стеклышка гала, о котором мы уже говорили, о котором здесь очень хорошо видно. А внутри, понятно, что покровное стекло у нас одинаковой толщины, одинаковое эксцент преломления. У нас оно становится светлее, по краям темнее, так называемое затенение. Дело в том, что с петьми дифракции у нас будет зависеть вот еще от того, под каким углом его луч падает. И поэтому от центра и от периферии объекта он будет немножечко различаться. Таким образом, понятно, что метод хорош для качественных исследований, хорош для подсчета на перклеток, но он не количественный. И, конечно, мы с вами потом еще поговорим о некоторых ограничениях его. Первое ограничение, которое, думаю, сразу можете себе представить, это разрешение этого метода. Если мы от числовой апертуры всего нашего конденсора оставили небольшую полоску, небольшой набор углов, то понятно, что разрешение этого метода будет меньше. Так же, как будет больше глубина фокуса, то есть мы будем объекты видеть в фокусе, достаточно толстые, ну и все остальные особенности, которые возникают при маленькой числовой апертуре. Поэтому после появления фазового контраста появилось достаточно много методов, которые разными способами позволяют нам точно так же контрастировать фазовые объекты. И один из наиболее прижившихся в биологии методов, это так называемый контраст по-намарскому, или, если хотите правильно его назвать, дифференционный-интерференционный контраст, который мы будем рассматривать дальше, потребует от нас, к сожалению, рассмотрения еще одного экзотического типа микроскопии, а именно микроскопии в поляризованном свете. Про поляризацию света я думаю, что я вам уже на нескольких предыдущих слайдах в первой лекции напомнил. И это плоскость, в которой изменяется напряженность, мы с вами договорились, что будем брать электрического поля. Теперь представьте, что у вас есть две линейно поляризованных волны, у одной поляризации совпадает с плоскостью Y, у другой поляризации совпадает с плоскостью X. Две волны у нас отдельные, но у них одна и та же длина волны, одна и та же фаза. И что тогда у нас произойдет с результирующим вектором этого напряженности магнитного поля, в данном случае электрического поля? Понятно, что эти величины у нас должны также как векторы просуммироваться. И если мы просуммируем их, вот напряженность в этой точке времени и пространства для этой волны, этого поля. Здесь, если мы так же с вами просуммируем, таким образом получается, что если у нас есть две волны, идущие в одной и той же фазе, одной и той же длины волны, но взаимно перпендикулярно поляризованной, то если мы теперь эту плоскость повернем так, чтобы она смотрела на нас, смотрите, что произойдет. Вот у нас от первой волны, вот у нас от второй волны, а вот результат. То есть получается, что в случае, если у нас просто линейно поляризованный свет колебаться, напряженность магнитного поля будет, например, вот здесь для у, здесь для х. Но если мы с вами условия подобрали так, что у них фаза, частота одинаковая, то нам нужно будет просуммировать эти две напряженности, и получится, что на самом деле напряженность этого поля у нас теперь уже лежит не в у, не в х, а вот в этой плоскости. Что это будет означать для нас, для микроскопии? Если у вас окажутся две линейно поляризованных волны, и будет соблюдено это условие, то на выходе вы получите тоже линейно поляризованную волну, но плоскость поляризации у нее сдвинется. Она будет уже не по х, не по у, а под 45 градусов, если у них одинаковая амплитуда относительно этого положения. Если же мы с вами попытаемся проанализировать такую поляризацию, то в случае, если мы поставим с вами фильтр, который будет пропускать только полны под такой поляризацией, и у нас исходная волна была такой же поляризацией, то она вся должна пройти через наш фильтр. Если же у нас есть компонент вот этот х, который мы здесь смотрим, то через такой анализатор он пройти не должен. А вот такой пройдет только этой частью. То есть, в принципе, получается, что мы из двух линейно поляризованных волн с одной плоскостью поляризации получили опять же линейно поляризованную волну, но с другой плоскостью поляризации. Сразу скажу, что эта часть курса самая сложная для понимания, если вы следующие четыре слайда поймете, то, в принципе, вся сложная физика этого курса на этом и закончится. Дальше. Та же самая ситуация. У нас тоже две волны с той же самой амплитудой, с той же самой частотой, но мы поменяли с вами фазу. Да, у нас фаза с вами сдвинулась на три четверти, либо на четверть длины волны. Смотрите, что теперь происходит. Если мы будем с вами описывать результирующую напряженность электрического поля, то нам придется ее изображать как-то вот таким образом. То есть получается, что у нас плоская поляризация результирующего луча постоянно меняется. В этой точке пространства он линейно поляризован сюда, в этой точке пространства сюда, в этой точке пространства сюда. Если мы теперь развернем эту нашу плоскость, координат, так, чтобы ось Z смотрела прямо на нас, мы увидим, что для этого луча поляризация как бы описывает круг. То есть плоскость поляризации этого луча постоянно вращается. Давайте попробуем посмотреть это на трехмерной анимации, чтобы это было более-менее понятно. Так как у нас свет распространяется, то мы можем с вами зафиксировать одну точку где-то вот здесь, на которой мы его будем изучать. И посмотрите, свет, проходя через эту точку, постоянно меняет свою поляризацию. Такой луч называется лучом с кругом. Круговой поляризацией. Чуть дальше объясню, зачем нам все это нужно. Ну и понятно, что это два крайних случая. Когда у нас точно совпадает, когда у нас точно не совпадает. Но возможны варианты, когда у нас, например, фаза различается на какое-то другое количество длин волн, пускай на 1 восьмую длины волны. И тогда мы точно так же можем просуммировать с вами для каждой точки, как будет плоскость поляризации размещена. Как видите, она тоже описывает круг, но вытянутый. То есть у нас получается эллиптическая поляризация. В тот же самый случай, но уже здесь будет не круг, а соответственно эллипс. Ну и давайте теперь разберемся, зачем нам все это в итоге нужно. Предположим, у нас есть некий источник света, который не обладает поляризованным светом. Мы можем взять с вами анализатор, то есть фильтр, через который будет проходить только свет вот такой поляризации, и на выходе получим линейно поляризованный свет в этой же плоскости. Ну и понятно, что интенсивность этого света будет меньше, потому что мы с вами убрали частично или полностью все остальные варианты поляризации. Теперь у нас есть линейно поляризованный свет, у нас есть анализатор в той же самой плоскости, и в идеале этот свет должен в данном случае полностью пройти через анализатор. Следующий случай у нас тоже линейно поляризованный свет, но он теперь поляризован в этой плоскости. Понятно, что свет поляризованный в этой плоскости через наш анализатор пройти не должен, если анализатор хороший. А вот теперь давайте возьмем свет с поляризацией, пускай даже не круговой, а немножечко эллиптической. Получится, что через такой анализатор у нас пройдет только вот эта вот часть нашего света, которую мы можем здесь изобразить. И вот она у нас сможет преодолеть такой анализатор. Почему это важно? Многие биологические объекты и, скажем так, некоторые части в составе биологических объектов обладают свойством деполяризации света. То есть они превращают линейно поляризованный свет в свет с круговой или эллиптической поляризацией. Таким образом, если мы такой объект, который мы по какой-то причине увидеть другими способами не можем, вместим в микроскоп, где используется поляризованный свет, то в тех местах, где наш биологический объект свет деполяризует, и у нас образуется с вами вот такая круговая или эллиптическая поляризация, какая-то часть этого света через анализатор сможет пройти. Мы сможем увидеть те части объекта биологического, где свет деполяризуется. Какие-то объекты могут быть. Крахмал, например, если мы говорим о растениях. Различные кристаллы. То же самое оксалат кальция. Как вы помните, у многих растений он накапливается. Опять же, есть другие кристаллы, которые могут быть, например, в простейших, в той же самой паромеции. И таким образом эти кристаллы в проходящем свете или фазовом контрасте практически не видны. Потому что они, во-первых, маленькие, во-вторых, они не сильно меняют нам фазу света. С другой стороны, так как они меняют поляризацию, используя микроскоп с поляризованным светом, мы можем видеть эти отдельные включения, эти частички. Если кто-то будет заниматься амилоидами, то для появления амилоидов существует специфическая окраска красителем, который называется конго-красный. В случае, если у вас в вашем препарате есть амилоидоподобные белки, то после окраски этим красителем он на самом деле красит все белки. Все белки будут розовыми. Но только амилоидоподобные белки приобретут свойства деполяризации света, причем ровно на определенной, с определенным двух луч преломлением они будут. И поэтому вы сможете в случае использования поляризационного микроскопа эти агрегаты белковые увидеть. У вас весь препарат будет в идеале между двух скрещенных поляризаторов в черно. Он не меняет поляризацию света. И, соответственно, никакая часть света у вас проходить через препарат не будет. Но в тех местах, где есть окрашенное конго-красное включение, будет происходить деполяризация света. И вы увидите. Более того, потом объясню феномен, почему еще будет меняться цвет. Если вы будете использовать осветитель белого света, то у вас пройдет только некоторое количество длин волн, и вы получите такое яблочно-зеленое свечение в этих местах. То есть представьте, в обычных случаях белки, которые в амилоидной форме и в обычной, вы различить не можете. Покрасили, не знаю, гемотоксильный иозином. Да, у вас иозин белки все покрасил, но разницы никакой нет. Покрасили тем же самым конго-красным и в проходящем свете смотрите. Конго-красный красит все, просто все белки красным. Используете поляризационную микроскопию. И на темном фоне, когда у вас практически не видно ничего в ваших клетках, будут видны именно включения вот таких вот белков. Давайте, чтобы можно было пойти ближе уже к контрасту на Марскому, ради чего мы начали разбираться с поляризационной микроскопией, говорим немножечко о феномене двойного лучепреломления. Наверняка из физики вы об этом феномене уже слышали. Кристалл кальцита, к примеру. Если мы положим его на текст, и ориентация этого кристалла будет правильная. Важно, чтобы он еще был правильно сориентирован. Вы увидите вот такую картинку. Видите, текст как бы двоится. Почему это происходит? Дело в том, что когда мы говорили о коэффициенте преломления какого-либо объекта, мы считали, что этот коэффициент преломления в любых направлениях абсолютно одинаков. И для стекла, в принципе, это правда. Почему? Стекло аморфное. У него нет какой-то строгой внутренней структуры. Вода тоже, по сути дела, жидкость. У него нет какой-то определенной кристаллической структуры, которая могла бы создавать различное взаимодействие с электрической или магнитной составляющей электромагнитной волны. С другой стороны, представьте себе кристалл, у которого очень хорошо упорядочены слои. Вот кальцит как раз, который здесь представлен, очень хорошо в этом отношении виден. Если мы будем пропускать с вами свет по одному направлению через этот кристалл и по другому направлению через этот кристалл, мы увидим, что для одного направления взаимодействие с кристаллом будет очень слабое. И свет пройдет по этому направлению быстро. По другому направлению он придется взаимодействовать с каждой этой группой. И он будет тогда двигаться медленно. Что это означает теперь в терминах уже наших. То, что коэффициент преломления в этом направлении у кристалла будет большим. Будет достаточно большим. А коэффициент преломления по вот этой вот плоскости будет достаточно маленьким. То есть, в зависимости от того, по какому направлению у нас пройдет луч света, он будет взаимодействовать с нашим кристаллом немножечко по-разному. А теперь давайте посмотрим, что будет, если мы такой кристалл подадим свет с взаимной перпендикулярной поляризацией. Условно говоря, с круговой поляризацией у нас получится пучок. Попадая на такой кристалл, если мы оптическую ось этого кристалла правильно сориентируем, то есть, вот эту быструю ось, в которой свет происходит быстрее всего, мы можем получить так, что свет с одной поляризацией будет испытывать небольшой коэффициент преломления, свет с другой поляризацией будет испытывать большой коэффициент преломления. То есть, получается, что у нас изображение как бы раздвоится. Если же мы будем здесь использовать линейную поляризацию света, понятно, что у нас будет только один луч, только такая или такая будет у нас с вами получаться история. И в зависимости от того, как мы сориентируем ось этого кристалла, то есть, то направление, по которому коэффициент преломления наиболее маленький и свет наиболее быстро распространяется, можем получить несколько интересных вариантов. Если мы поляризованный свет со взаимной поляризацией, один луч у нас с такой поляризацией, другой с такой, они по 90 градусов друг относительно друг с ориентированно, мы подаем этот пучок через кристалл, вот таким образом, когда быстрая ось кристалла находится в таком положении. Смотрите, у нас ничего не меняется. Здесь, на этой схемке, кружочками обозначен свет, поляризация которого идет как бы на нас, ну, а стрелочками свет, который поляризован в этом направлении. Если же мы возьмем теперь кристалл, тот же самый, но сориентируем так, чтобы его ось находилась вот в этом направлении, смотрите, что происходит. Свет с этой поляризацией у нас проходит достаточно быстро. Свет с поляризацией, идущей на нас, идет достаточно медленно. И на выходе мы получили с вами изменение взаимного соотношения вот этих вот лучей. Смотрите, возвращаемся к предыдущему слайду. Мы подали с вами вот такой луч на вход. То есть у нас два взаимно перпендикулярных луча было, и мы получили бы в итоге такую поляризацию от 45 градусов. Но за счет того, что у нас через этот кристалл луч прошел так, что вот, скажем, этот луч испытывает больше квасенопреломления, чем вот этот, мы получили ситуацию уже следующую. У нас получился в идеале круговой поляризации или эллиптической поляризации свет. И это будет означать, что теперь такой свет частично пройдет через наш анализатор. То есть если в биологических объектах у нас встречается какой-то кристаллик или какое-то включение с двулощепреломлением, то в случае поляризационной микроскопии, если нам еще повезет и ориентация будет вот такая, мы этот кристалл сможем увидеть. Что нам нужно будет еще отметить? Если мы сделаем с вами еще один вариант ориентации этого кристалла, как вот на этой картинке он был как раз ориентирован, то посмотрите, такой свет с взаимно перпендикулярной поляризацией, если он будет под небольшим углом этот кристалл попадать, так как будет испытывать разные квасенопреломления, он может разделиться. У нас будет один луч с такой поляризацией пойдет сюда, другой луч с такой поляризацией пойдет сюда. То есть мы этот кристалл можем использовать, чтобы разделить лучи с разной поляризацией на, скажем так, два луча. И обратная ситуация. Если мы возьмем такой кристалл и будем подавать на него, под этим направлением, два взаимно перпендикулярно поляризованных луча, то мы получим на выходе один луч объединенный, где будут обе эти поляризации представлены. И вот этот способ будет использоваться в дифференционно-интерференционной микроскопии для того, чтобы разделить луч и получить один луч, который будет у нас условно опорным, и второй луч, который будет условно наш объект исследовать. Нам всегда, чтобы увидеть разницу фаз, нужно получить два луча, условно опорный и условно тот, который проходит через объект. Так что вот эта часть из того, что мы объясняли, потребуется нам сейчас для дифференционно-интерференционной микроскопии. Ну, а два слова о поляризационной микроскопии, которые я должен сказать, этих слайдов на зачете не будет, поэтому это часть курса для общего развития. Почему возможно изменение цвета в случае поляризационной микроскопии? Если вы, например, в поляризационный микроскоп положите, к примеру, какой-то растительный объект, где много клеточных стенок, иногда возникает изменение цвета. То есть у вас не просто свет проходит или не проходит, а еще у вас проходят, например, клеточные стенки, они такие желтоватые-зеленоватые могут быть. Если, например, еще окрашен у вас какой-то препарат, тем же самым конго-красным, мы с вами говорили, что в этом случае у нас получаются те участки, где смелоидные белки почему-то еще зеленые. Давайте разбираться. У нас есть источник света, неполяризованный. У нас есть поляризатор, который из него делает линейно поляризованный свет. Если линейно поляризованный свет у нас без изменения проходит до анализатора с другой ориентацией, то на выходе никакого света мы с вами не получаем. Теперь предположим, что у нас есть тоже сам поляризованный свет. Мы его получили при помощи первого анализатора. У нас есть какой-то объект, который теполяризует немножечко свет. Помните, у нас получается тогда свет, скажем, с эллиптической поляризацией на выходе из него. И через наш анализатор от такого света у нас пройдет только вот эта часть небольшая. Однако, если мы с вами теперь перед поляризованным светом, при тем как освещать его, поставим какое-то устройство с известным вам двуучепереломлением и будем получать, скажем, эллиптически поляризованный свет с известными характеристиками, например, вот такой. То дальше, пройдя через наш объект, мы можем получить на выходе с вами, в зависимости от длины волны, разную ситуацию. Например, для длины волны 550 нанометров, так мы используем компенсационную пластинку такую, мы получим линейно поляризованный свет. И он не пройдет через наш анализатор. С другой стороны, для всех других длин волн то же самое смещение на сколько-то нанометров не даст у нас уже линейной поляризации, а даст у нас эллиптическую поляризацию. В одну или в другую сторону она будет изменяться. Но какая-то часть этих длин волн пройдет. В итоге, посмотрите, зеленый свет мы с вами убрали, значит, мы с вами получили какую окраску? Фиолетовую. И так далее. То есть, можно специально добавить в наш микроскоп еще один элемент, который будет называться компенсационной пластинкой, либо лямбдопластинкой, которая позволит нам подкрасить цветом те участки препарата, которые имеют соответствующую этой пластине двулочепреломляющую способность. Если кто-то ходил на спецкурсы, в мое время были, сейчас не знаю, остались ли нет по геологии, то там можно было на спилах определить, например, какой именно минерал за счет того, что можно было посмотреть его двулочепреломление. Если известна толщина и известен цвет, который вы увидели, то вот она степень двулочепреломления. Это так называемая таблица Мишеля Леви. Для биологии она нам не очень нужна, но, как я уже говорил, это для общего развития. Теперь то, что на зачете нужно будет знать, это устройство полиализационного микроскопа. Для того, чтобы микроскоп можно было использовать в режиме полиализационного микроскопа, нам нужно, во-первых, поставить устройство, которое сделает из нашего неполяризованного света наша лампа, нет поляризации во все стороны, линейно поляризованный свет, поляризатор. Теперь у нас с вами поляризованный свет проходит через наш препарат, у нас формируются для этой точки изображения, и нам нужно поставить с вами анализатор, который будет пропускать свет, только если он у нас изменил свою поляризацию, пройдя через препарат. То есть плоскость поляризатора у нас вот такая, плоскость анализатора вот такая. Заметьте, что оба эти элемента размещены в апертурной плоскости. Как вы думаете, почему мы эти элементы размещаем в апертурной плоскости, а не в полевой? А если у нас есть на этом нашем элементе, на анализаторе или на поляризаторе, какая-то пыль, небольшие царапинки или еще что-то, в случае, если он будет в полевой плоскости, будет ли он нам как-то мешать смотреть на наш препарат? Мы увидим со фокусом с нашим препаратом всю пыль, все дефекты наших элементов, которые мы там поставили. В случае апертурной плоскости мы с вами убираем их из рассмотрения. Они не будут у нас видны. Вы помните, что апертурная плоскость, каждая точка апертурной плоскости, у нас полностью освещает весь наш препарат. Соответственно, все поле зрения дает нам равномерный фон. Поэтому действительно располагаются эти элементы в плоскости апертурной. Какие картинки можно получить на позиционном микроскопе? Ну, форомеция с кристаллами, как видите, здесь очень хорошо видна. И кристаллы в ней светятся просто прекрасно. В обычном случае вы их можете не разглядеть, они прозрачные. В случае плоскости, таким образом, будет видеть. Крахмал, я думаю, что видели на занятиях по ботанике, наверняка показывали, поэтому картинку приводить не буду. А вот случай, который можно очень интересно продемонстрировать. Смотрите, опять же, известный вам биологический объект. Мышцы в нем сейчас имеют другой цвет. Почему? Мышцы тоже обладают феноменом двулуча переломления. И если мы в микроскоп добавим компенсационную лямбдопластинку, подходящую под этот объект, то именно для этих участков будет у нас вычитаться зеленый свет из спектра. И, как видите, мы получили так называемое оптическое окрашивание. То есть, объект живой ничем не окрашен. Но если мы правильно подобрали все параметры, мы можем увидеть вот такое окрашивание в этом объекте. Ну и, наконец, после всех этих сложных частей по физике, которые в нашем курсе больше встречаться, к счастью, не будут, мы можем перейти к дифференционно-интернационному контрасту. Что это такое? Ну, во-первых, картинка, которую мы получаем в случае контраста аномарского, он же дифференционно-интернационный контраст. Похоже на барельеф, правильно? Клетки такие как бы трехмерные становятся. И там, где у нас объекты с большей кассе на преломлении толщиной, опять же, мы видим с вами все-таки длину оптического пути, каким-то образом модифицированную. Видим их как вот такие вот более рельефные участки препарата. На чем основан этот метод? В предыдущем методе мы с вами использовали какой-то луч, который прошел где-то мимо препарата и луч, который прошел через препарат в качестве первого опорного луча, а второго луча, который нам как раз показал, насколько изменилась длина оптического пути. В случае этого варианта микроскопии мы берем два луча, проходящие очень близко друг относительно друга. И измеряем разницу фаз только между них. Например, здесь разницы фаз никакой нет. Поэтому получили с вами серое поле. Здесь разница фаз достаточно большая. Один луч прошел мимо клетки, другой по какой-то ламелоподии клетки. Вот случай. Ну и опять же, есть какой-то участок клетки, где одинаковое было изменение. Вот здесь он опять же серый. Почему он дифференционный? Потому что мы смотрим разницу на небольшом участке нашего препарата и только тогда у нас становится участок препарата более светлым или более темным. Почему интерференционный? Опять же, мы используем интерференцию для визуализации. Посмотрим на схему этого микроскопа и дальше будет более подробное объяснение. Во-первых, нам нужен поляризатор. И нам нужен анализатор. В случае, если у нас, будем считать, объекты, которые сами двуощепреломлением не обладают, мы ничего не увидим. У нас будет черная картинка, если мы правильно все подобрали. С другой стороны, мы теперь кладем в наш же микроскоп две призмы. Так называемые призмы Уолостона. Раньше были призмы Намарского. Не очень важно. Но, как вы помните, если у нас есть поляризованный свет, то такая призма из двуощепреломляющего материала может разбить нам поляризованный свет на два луча взаимно перпендикулярно поляризованных. И эти лучи на очень небольшом расстоянии друг от друга будут проходить через объект. Сразу же вопрос на сообразительность. Эти лучи у нас проходят друг относительно друга очень близко. Это может быть расстояние примерно, например, длины волны. Будут ли эти два луча друг с другом интерферировать, учитывая, что они поляризованы друг относительно друга, взаимно поляризованы перпендикулярно? Смотрите, например, у нас есть волна, у которой поляризация в этой области. находится, но на вот эту плоскость она будет проецироваться в ноль. Точно так же, если у нас теперь есть вот такая поляризация, то на эту плоскость она будет тоже в ноль проецироваться. То есть, в принципе, будет меняться поляризация результирующего луча, но мы все равно можем разделить. И таким образом, даже если два луча будут проходить друг относительно друга очень близко, так как напряженность поля каждого из них на плоскость другого проецируется в ноль, между ними невозможно в данном случае никакой интерференции. И эти два луча, очень близко проходящие, проходят через наш препарат. И следующая линза, посмотрите, их опять собирает в один луч. В случае, если между этими лучами нету разницы, как вот этот вот случай, то мы подали линейно поляризованный свет на вход призмы и получили линейно же поляризованный свет на выходе призмы. И через анализатор такой свет не пройдет. Но если у нас один из лучей отстает или опережает, мы с вами получим уже свет с круговой в идеале, либо эллиптической поляризации. И какая-то часть этого света через анализатор сможет пройти. То есть получается, что в этой микроскопии мы с вами будем видеть только те участки, где эти два луча различаются. То есть переходы. Когда у нас, например, клетка только начинается, или ядро только появляется и так далее. Давайте, чтобы было более-менее понятно, еще раз рассмотрим это на картинке уже из Википедии. На мой взгляд, она очень понятная. У нас есть неполяризованный свет, который мы подаем на наш микроскоп, ну, скажем, лампа накаливания. У нас есть поляризатор, который оставляет у нас свет поляризованный, пускай будет под 45 градусов. У нас есть первая призма Волостона, которая создает нам два луча, которые проходят теперь через наш объект. Это у нас получается конденсор. Это у нас получается апертурная плоскость. Проходит теперь через наш препарат. Посмотрите, на очень близком расстоянии друг от друга. Если у нас для обоих лучей не изменилась плоскость поляризации, то дальше это у нас объектив. Вторая призма, тоже в апертурной плоскости уже за объективом находящейся, берет эти лучи опять вместе. И у нас получится поляризация 135 градусов, но линейная. Если у нас будет с вами здесь находиться фильтр, которая такую поляризацию блокирует, чего мы на выходе не получим. Теперь представим себе другую ситуацию. Один из этих лучей, пройдя через препарат, у нас опередил, либо отстал от второго луча. Вот этот случай. Тогда на выходе мы с вами получим из этой призмы свет с поляризацией круговой или эллиптической. И какая-то часть этого света у нас через наш анализатор пройдет. Вот, собственно говоря, в очень кратком объяснении, что такое дифференционная микроскопия. Если же мы теперь с вами посмотрим, что же на самом деле этот метод показывает, то давайте попробуем с вами нарисовать несколько графиков. Первый график – это изменение длины оптического пути на нашем препарате. Предположим, у нас на нашем препарате просто лежит покровное стекло. И мы смотрим вот в этом направлении. Такая длина оптического пути у нас будет меняться вот так. Согласны? Стекло у нас плоское, поэтому, в принципе, вот как должно было бы идти, если бы у нас не было покровного стеклашка. И здесь толщина этого покровного стекла позволяет нам задержать цвет на какое-то небольшое расстояние. То, что мы теперь увидим в методе дифференционно-дриференционного контраста, будет выглядеть следующим образом. Там, где происходят изменения, вот на этих участках, мы с вами увидим более темный или более яркий участок. То есть, по сути, вот такой прибор как бы берет нам первую производную, если говорить математически, от длины оптического пути. И поэтому получается такое брельефное изображение. На что следует обратить внимание? Какие есть неприятности с этим методом? Во-первых, если мы будем использовать с вами какой-то объект, обладающий двулучепреломлением. Например, наши клетки поместим в пластиковую чашку. Как вы думаете, сможем ли мы тогда в этом методе что-то увидеть? Останется ли у нас лучи, которые мы с вами использовали в виде опорного и в виде того, в котором мы исследовали наш объект, поляризованными после прохождения через пластик? Или пластик поляризацию этих лучей уберет, сделав их из линейно поляризованных лучами, с какой-то другой поляризацией, круговой, эллиптической, что получится? Пластик уберет поляризацию вот этих двух лучей, а мы с вами сохраняем поляризацию этих двух лучей для того, чтобы дальше посмотреть разницу между ними. То есть призма, вот эта вторая волостона, даст нам в случае, если разницы между этими двумя лучами не было, линейно поляризованный свет, а в случае, если была, свет с какой-то круговой поляризацией. А теперь представьте, что мы с вами испортили эту линейную поляризацию, поставив здесь кусок пластика. И в итоге мы уже на призму подаем свет с круговой поляризацией. И один луч, и другой луч. На выходе мы получим тоже луч с круговой поляризацией, даже в том случае, если оба луча прошли мимо объекта. И мы с вами тогда из дифференционно-интернационного контраста, из микроскопа, который позволяет нам увидеть вот такие красивые картинки, получим опять обычный проходящий свет. Вот. Ни больше, ни меньше. Поэтому недостаток этого метода, на мой взгляд, один из наиболее важных, это то, что мы не можем работать с объектами с двойным лучепреломлением. Мы не можем в этом методе работать, например, с пластиковыми чашками. Мы не можем работать с некоторыми растительными тканями, у которых есть значительное собственное дулочепреломление и так далее. Вторая особенность этого метода, которая нам тоже может немножечко повредить. Так как мы два луча в одной плоскости разделили. Понятно, что разрешение на этой плоскости у нас будет меньше. Посмотрите на диатомовую водоросль, на панцирь. При вот такой ориентации и при вот такой ориентации. На самом деле это снято через один тоже микроскоп. Сайт Nikon, где эти картинки выложены, можете сами посмотреть. Но в одном случае мы на этой поверхности видим вот такую структуру, а в другой вот такую структуру. Видите, здесь у нас как бы только бороздки, а здесь у нас как бы точечки. Как вы думаете, почему в этом случае у нас появился вот такой артефакт? Мы в этой плоскости лучи разделяли. То есть в этой плоскости, если вот провести вот эту плоскость, то здесь у нас разрешение немножечко теряется. И если мы сориентируем препарат, у которого очень маленькие детали находятся близко, то вот эта потеря, небольшое разрешение в этой плоскости приведет вот к такой картинке. А если мы этот препарат просто повернем на 45 градусов, к примеру, то у нас уже не будет совпадать плоскость, на которой мы разделяли лучи, с плоскостью, где у нас нужно получить наибольшее разрешение, и мы с вами сможем получить вот такую хорошую картинку. Конечно, если здесь присмотреться, вы правильно отметили, можно увидеть, что здесь в принципе вот отдельные точки. Но согласитесь, на нижней картинке они гораздо лучше видны. Поэтому, если вы будете работать с этим методом, и будете работать на границе разрешения микроскопа, вас могут попросить снять эту же картинку с этого же препарата. После такого вы повернете, скажем, на 45 градусов, чтобы убедиться, что это не артефакт, а что действительно такие структуры на вашем препарате присутствуют. Еще раз просуммируем. Светлое поле, дифференционный нутриционный контраст. Как вы видите, мы видим такой брельеф на эти перезображения клетки, которые мы здесь практически не видели вообще. Метод основан на том, что мы сравниваем два луча, которые очень близко проходят через наш объект, и какой-то из лучей у нас начинает опережать другой. Тогда для лучей, которые прошли через наш объект и одинаково изменили свою фазу, у нас получится линиенополизованный свет, который не пройдет через наш микроскоп. А для случая, где у нас один из лучей будет опережать или отставать другой, мы получим с вами круговую поляризацию, и часть этого света через наш микроскоп пройдет, мы увидим этот объект, что здесь как раз и видно. С другой стороны, если мы абсолютно правильно с вами настроим микроскоп для дифференционно-адрессионного контраста, картинка, которую мы с вами увидим, будет вот такой. Почему? Предположим, здесь и здесь у нас с вами нет никакой разницы. Разница есть только на границе, где что-то переходит. И изображение, которое мы видим, которое как бы рельефное, формируется как раз, когда мы одну из линз, чаще всего это линза конденсора, но иногда линза объектива сдвигается, когда она у нас немножечко сдвинута. Смотрите, что получается. В идеале, если у нас полностью хорошо настроенный микроскоп, у нас изменяется для нашего, пускай у нас покровное стекло, что только лежит на его границах, свет только вот так. Здесь становится ярче, здесь становится темнее. Если мы возьмем с точки зрения физики абсолютно правильно настроенный микроскоп, у нас и на одной стороне этого покровного стеклышка будет свет деплевизовываться, и на другой. И мы с вами увидим обе эти части просто как яркий контур. В случае, если мы одну из призм немножечко сдвинем, фон у нас тогда станет уже серым, но если у нас будет пережать первый луч, у нас будет ярче. Если будет второй луч, у нас будет темнее от этого серого. Поэтому обычно при настройке микроскопа, и как себе можно на самом деле представить получение вот такого псевдо-трехмерного изображения, представьте, что у вас есть позитив, позитивное изображение вашего изображения, и негативное. И вы их наложили друг на друга. Если вы их накладываете друг на друга без сдвига, понятно, что вы получите практически черную картинку, только на каких-то контрастных объектах вы увидите какую-то разницу. А если вы теперь одно изображение сдвинете, вот это изображение, например, в этом направлении было на две точки сдвинуто. Вот это изображение в этом направлении на две точки сдвинуто. Видите, мы получили с вами берельефное изображение. И в зависимости от того, куда мы сдвинули, у нас изображение получится либо как бы в данном случае вогнутое в этом месте, либо как бы наоборот выступающее. Это будет зависеть, опять же, от положения нашей линзы. В одну сторону мы сдвинули ту призму, или в другую сторону мы эту призму сдвинули. И это, конечно, уже зависит от объекта нашего исследования. Таким образом, понятно, что объекты, которые мы будем видеть в этом методе, никоим образом не трехмерные. Это псевдо-трехмерные. Потому что то, что мы видим, это на самом деле первая производная у длины оптического пути для каждой точки нашего, для каждых двух близких точек нашего объекта. Как настраивать микроскоп для этого метода? Опять же, прежде всего, келлер тут никуда не денешься. Если у нас не настроен по келлеру микроскоп, мы ничего не увидим. Дальше мы должны убедиться, что поляризатор и анализатор у нас стоят так, что они полностью перекрывают нам свет. То есть, скажем, поляризатор у нас в этой плоскости, анализатор в этой плоскости. Теперь, если мы вынимаем с вами окуляр, мы должны увидеть вот такую картинку. Поляризатор и анализатор у нас практически весь свет полностью убрали. Конечно, будут вот эти места чуть более яркие, за счет того, что у нас все-таки линзы сферические, небольшая деполяризация происходит, но так должно быть. Дальше вставляем призму, которая находится, например, за объективом. Видим вот такую картинку, темная наклеванная полоса, в идеале по центру находящаяся. Убираем призму объектива, ставим призму конденсора, и у нас должна получиться точно такая же полоса. И тоже должна примерно так же по центру стоять. Если все нормально, вставляем обе призмы, вставляем окуляр, и можно приступать к микроскопированию. В случае такой настройки, картинка, которую мы получим для клетки, выглядит вот так. Помните, у нас призма сдвинута одна относительно другой на 0, условно говоря, нанометров, абсолютно ровно. И мы с вами видим в виде светлого контура только те места, где один из лучей опережает или отстает. Но если мы призму сдвинем в одну или в другую сторону, мы получим картинку либо такую, либо такую. Как видите, картинка отличается тем, с какой стороны у нас барельеф как будто бы освещен. Либо с этой стороны у нас барельеф получается как будто бы освещен, либо с этой. Но это все зависит всего лишь от положения нашей линзы, и никоим образом не отражает на самом деле толщину объекта или коэффициент преломления. Это длина оптического пути, вернее, первая производная. Сравним эти методы. Это фазовый контраст и метод дифференциально-интернационного контраста. Первый ряд картинок. Клетка тоненькая. Согласитесь, у фазового контраста разрешение хуже. И тут никуда не денешься. Дальше. Какой-то очень толстый объект. Дифференциально-интернационный контраст позволяет нам с этим толстым объектом хорошо справиться. Более того, если вы захотите реконструировать ваш объект по глубине, феномен вот такого трехмерного, псевдо-трехмерного изображения будет возникать только ровно в фокусе вашего объектива. То есть, по сути, если вы будете сейчас микровинтом в дифференциальном контрасте двигаться вверх и вниз препарата, вы будете видеть как будто бы оптические срезы. То есть, если у вас нет доступа к микрофокальному микроскопу или ваш объект нельзя покрасить флуоресцентными красителями для конфокальной микроскопии, вы можете снять ваш объект на хорошем объективе с хорошей числовой апертурой, двигая микровинт, и получить условно такие как будто бы срезы вашего объекта. И дальше их можно реконструировать. В случае фазового контраста у нас весь наш объект виден одновременно в фокусе. Ну и, конечно, с ним несколько сложнее работать. Если у нас есть объекты с большим коэффициентом двулочепреломления, в случае дифференциального контраста для нас это не является проблемой. Почему? Мы оцениваем с вами разницу между двумя точками. Даже если у нас очень резко меняется коцент преломления, так как расстояние очень маленькое, мы можем это оценить. В случае фазового контраста, посмотрите, что происходит с участками, где резко изменяется коцент преломления. У них ничего не видно. Окрашенные препараты. Понятно, что мы можем с вами препараты амплитудные, которые поглощают свет, видеть и в том, и в другом методе. Естественно. Мы видим и фазовую, и амплитудную составляющие. Но в случае фазового контраста, за счет потери разрешения, как вы видите, картинки с окрашенных препаратов получаются очень неубедительными. В случае дифференциального контраста для окрашенных препаратов очень хорошо видны даже окрашенные структуры. Ну и артефакты, о которых мы должны поговорить. Культура клеток. Дифференциальный контраст сверху, фазовый контраст снизу. Культура клеток на пластиковой подложке. Как вы видите, никакого дифференциального контраста мы здесь не видим, потому что подложка пластиковая, свет у нас уже не поляризованный. В случае фазового контраста, пластиковая подложка нам никоим образом не мешает. Объект с большим двулочепреломлением. Волос. В случае дифференциального контраста, как видите, мы видим вот такой набор цветов. Ну и здесь, конечно, сложно с этим работать. В случае фазового контраста, разрешение, конечно, хуже, но такой объект виден хорошо. Некоторые приложения, которые касаются, с одной стороны, разрешения наших объектов, с другой стороны, наличие артефактов галла и затенения у фазового контраста. Наверху дифференциальный и интернационный контраст. Внизу фазовый контраст. Понятно, что в случае фазового контраста, например, подсчет клеток гораздо удобнее. Потому что каждая клетка как бы контрастирована вот таким вот светлым ореолом, водком. В случае дифференциального и интернационного контраста лучше разрешение, но считать клетки несколько сложнее. Особенно вот в этом случае, когда клетки, видите, друг с другом, как вот здесь, хорошо контактируют. А фазовый контраст делает этот контраст гораздо лучше. Ну и последнее. В случае фазового контраста у нас никакой разницы от ориентации образца нет. В случае дифференциального и интернационного контраста есть небольшая разница от того, как образец сориентирован. И в одной плоскости слегка теряется разрешение. При всей сложности метода фазового контраста, на самом деле, был еще один метод, который сейчас опять активно используется. Это так называемое контрастирование по Хоффману. Представьте, что у вас есть метод, который требует установки всего лишь двух элементов оптической системы. Причем никакого поляризационного света не нужно, никаких призм. Это просто две апертуры, которые дают картинку практически сопоставимую с картинкой, которую вы видите в дифференциальном и интернационном контрасте. Но этот метод не использовался долгое время из-за того, что был очень неудачно запатентован. Это так называемый модуляционный контраст или контраст по Хоффману. На чем он основан? Понятно, что в случае наших биологических объектов коэффициент преломления может меняться не резко, а иметь некий градиент. Предположим, вы растворяете сахар в чае и видите, если посмотрите, если у вас прозрачный стакан на просвет, что у вас появляются небольшие изменения света, или если теплый воздух откуда-то выходит, или если вы летом едете по дороге и от дороги начинает отражаться свет. Это все проявление того, что свет в случае наличия градиента коэффициента преломления может двигаться не по прямому. Посмотрите, здесь лазерная указка, а это блок стекла, у которого коэффициент преломления меняется. То есть здесь он, скажем, 1.51, здесь он, скажем, 1.6, здесь он, скажем, 1.8, здесь, скажем, 2.0. К примеру, цифры взятые с головы. И получается, что если свет хотя бы под небольшим углом сюда входит, то дальше за счет градиента цены преломления он каждый раз чуть-чуть преломляется. И получается, что свет может, видите, по какой интересной траектории внутри такого стекла двигаться. Я оставлю ссылки, которые можно посмотреть, если кого это более подробно заинтересует. Более того, вы можете, если захотите, такое повторить просто за счет раствора сахароза разной концентрации, если вы его в стакан, скажем, будете очень послойно, ровно наливать, вы получите такую же структуру с разным коэффициентом преломления и тоже можете показывать, как свет может двигаться непрямолинейно, условно говоря. В наших биологических объектах, если у нас есть клетка, то понятно, что меняя ее толщину или меняя в ней количество белков, мы тоже будем менять в ней коэффициент преломления. И свет может точно так же, войдя в клетку, немножечко изменить свое направление. Сам по себе микроскоп, который позволит нам получать такие изображения, очень просто устроен. В апертурную диафрагму нашего конденсора мы кладем вот такую щелевую апертуру. То есть мы освещаем наш объект как бы только с одной стороны. Но при этом этот цвет, этот условно говоря нулевый порядок, мы все-таки собираем. То есть вот он прошел через эту апертуру, вот он прошел через линзу конденсора, вот он освещает наш образец, ну под небольшим набором лучей. В нашем образце происходит изменение направления этого света за счет градиентов, например, коэффициент преломления, и какой-то луч может выйти сюда, какой-то сюда. И дальше в задней апертуре объектива мы ставим вот такой вот цветофильтр интересный, у которого есть часть, которая не пропускает свет совсем, есть полоска, которая пропускает, например, 15% света, ну и остальная часть фильтра пропускает весь свет. Тогда, в случае если нашего объекта этот свет будет в эту сторону больше уходить, за счет направления градиента преломления в этом направлении, то этот рассеянный свет будет приходиться на вот эту часть фильтра, которая будет сильно блокировать свет. В случае же, если этот свет будет преломляться в этом направлении, то он будет проходить через прозрачную часть нашего светофильтра и участвовать в построении изображения. Таким образом, положив в микроскоп всего два элемента, вот такую щелевую апертуру и вот такой вот светофильтр, мы получили, что наш свет, который проходит через наш объект под определенным углом, попадает на вот эту 15% полоску, которая пропускает всего 15% света, сильно ослабляясь. А теперь свет, который преломился в нашем объекте и попал вот на этот участок светленький, будет очень хорошо виден контрастно на нашем экране, камере, глазе, как хотите. В то же самое время, когда если у нас преломление заставило свет идти в другом направлении, этот свет будет значительно ослаблен или вообще заблокирован. И мы получим картинку, которая позволит нам видеть очень маленькие изменения коэффициента преломления, вернее, градиента его направления на наших образцах. Из физики наверняка вы этот феномен знаете под названием камера Шлирена. Это камера, которая позволяет вам увидеть очень маленькие изменения коэффициента преломления. К примеру, от нагрева воздуха. Причем, заметьте, здесь даже нагрев от руки человека тоже хорошо виден. Или уплотнение воздуха при использовании звуковых волн. Когда есть что-то громкое, если камера пользоваться быстро, можно увидеть на самом деле, как распространяется звуковая волна. Сам по себе аппарат очень простой. У вас есть точечный источник света. У вас есть, например, первая линза. И между первой и второй линзой у вас весь свет от этого источника будет идти абсолютно коллимированно. Теперь, если у вас есть ваш объект, и в нем есть градиент, который свет либо в эту сторону, либо в эту сторону направит, за этими линзами, посмотрите, стоит, чаще всего, лезвие или ножик, можно поставить, который будет блокировать половину света, который может идти, например, в этом направлении. И за счет этого, если здесь у нас свет преломился таким образом, что пошел в этом направлении, он очень хорошо пройдет. Если здесь у нас свет преломился в этом направлении, он будет заблокирован вот этим вот устройством. И мы это увидим, как темное. То есть, по сути дела, мы теперь можем контрастировать изменение градиентов. Давайте посмотрим на картинку настоящую, полученную с такого микроскопа. Объект, естественно, все наверняка знаете. И здесь мы видим изображение, очень похожее на дифференционный и традиционный контраст. С одной стороны у нас, как видите, темная часть объекта, с другой стороны светлая часть объекта. Но так как мы с вами не используем здесь нигде пляризованный свет, то мы можем этот объект смотреть, если захотим, даже в чашке пластиковой. Единственные минусы этого метода, которые можно отметить, это первое, потеря разрешения. То есть, такой метод хорош для объективов, где нам не требуется большое разрешение, то есть, небольшой числовой апертуры, небольшими увеличениями, так скажем. Ну и второе, опять же, так как мы смотрим, только часть лучей собираем, небольшое изменение разрешения будет вот в этой вот плоскости. То есть, если у нас какие-то объекты мелкие будут в этой плоскости лежать, то возможно разрешение чуть-чуть меняться. Настройка микроскопа аналогична настройке фазового контраста. Вам нужно просто совместить на настроенном по келеру микроскопе. Вот эту вот щелевую диафрагму, вот с этим вот положением. То есть, свет от нее должен попадать вот на эту пластинку. И тогда микроскоп будет полностью настроен для модуляционного контраста по Хоффману. Если у нас будут практики, я все-таки надеюсь, у нас как-то до практик допустят, то это можно будет попробовать руками, либо я попробую просто на микроскопе заснять все этапы его настройки для этого метода, чтобы вы могли необходимости это потом повторить. В лекциях вы увидите табличку сравнений. Я на ней сейчас останавливаться не буду, потому что здесь в принципе можно все посмотреть. Но несколько моментов. Намарский, конечно, хорош с точки зрения разрешения. Числовая апертура практически полностью сохраняется. Но если вы будете использовать его совместно, например, с флюисцентной микроскопией, так как сверху стоит поляризатор и призма, свет значительно будет теряться. То есть для флюисцентной микроскопии совместно с проходящим светом по-намарскому потеря проходящего света будет достаточно большая, а эпи-иллюминации, то есть того, что вы будете использовать для возбуждения флуорохрома, будет еще значительно больше. Поэтому тут вот намарский, конечно, всем хорош, кроме стоимости вот этой особенности. Плюс нет возможности работать в пластике. Опять же, табличку оставляю для рассмотрения вами самостоятельно. На самом деле мы с вами рассмотрели только фазовый контраст, мы с вами рассмотрели модуляционный контраст и дифференционно-интернационный. Если вы откроете сейчас любую книгу по микроскопии, там будет еще много разных вариантов контрастирования, которые имеют свои особенности и применяются только в каких-то определенных случаях. Например, для прижизненного наблюдения за какими-то переживающими срезами или электрофизиологией и так далее. Но если бы мы могли сформировать с вами требования к методу контрастирования, который мы хотели бы. Во-первых, мы хотели, чтобы нам нужно было мало света, чтобы наши клетки не повреждались от этого метода. Мы хотели бы количественно измерить. Если у нас не получится количественно измерить отдельно толщину и космопреломление, ну давайте длину оптического пути, но так, чтобы мы могли ее перевести в вес клетки в каждой точке сухого вещества. Мы хотели бы, чтобы у нас клетки можно было бы автоматически компьютером отсегментировать, посчитать. В идеале мы хотели бы получить возможность трехмерной реконструкции, получить сразу же трехмерное изображение нашей клетки. Хотели бы работать с высокой скоростью, практически видео, чтобы можно было сразу же снимать. Хотели бы работать прямо в культуральной среде, которая может быть немножко мутная. И, например, для того же самого дифференциационного контраста, если она толстая, уже не подойдет, если много, скажем, жидкости над клетками. И, конечно, нам бы хотелось всю эту морфологию клетки видеть без необходимости дополнительной какой-то окраски. Давайте посмотрим на методы, которые вы уже знаете. Фазовый контраст, дифференциационный контраст и проходящий свет. И еще один метод, о котором я хочу вкратце рассказать. Это так называемая голографическая микроскопия, а точнее ее подвид. Это микроскопия, которая позволяет вам качественно и количественно оценивать изменения фаз. Картинку, которую мы с вами получили, вы здесь видите. И давайте мы проведем линию красную. Вот здесь она приведена для всех участков. И посмотрим по этой линии изменение яркости. Для фазового контраста действительно клетка хорошо с двух сторон за счет гала видна. Но если мы теперь попытаемся компьютеру эту картинку передать, вот что он увидит. Согласитесь, отдельные клетки видно плохо. Дифференциационный и интервенционный контраст. Уже говорили, первая производная у длинно-оптического пути. Опять же, то, что увидит компьютер, если мы, скажем, ему просто по яркости ориентироваться. Проходящий свет. Ну, здесь контрастности просто не хватает, тут все понятно. А цифровая голографическая микроскопия даст нам точное измерение фазы. И картинка, которую мы получим, выглядит вот так. Согласитесь, вот по этой картинке компьютер очень легко может сказать, что это клетка номер один, это клетка номер два. И действительно, изображение, которое мы получаем, сегментированное, эти две клетки позволяет отдельно увидеть. Дальше, при помощи примитивной совершенно обработки у вас будет отдельный курс в магистратуре по методам компьютерной морфометрии. Он выложен на YouTube, если хотите, можно его посмотреть заранее. Очень простая обработка, позволит вам эти клетки сегментировать. И, как видите, здесь можно, во-первых, посчитать количество клеток, во-вторых, вы можете посмотреть, в какой клетке сколько, условно говоря, сухого вещества. Что эта клетка, например, не очень большая, но в ней много. То есть, она, скорее всего, кругленькая. Эта клетка большая, но очень распластанная. И так далее. Ну, и можно сделать это, представить в виде псевдоцветов, чтобы было лучше смотреть, где у вас не просто яркость, которую плохо можно воспринимать, но каждая яркость, соответственно, в этот цвет представлена. Согласитесь, метод очень интересный. И в отличие от того же самого фазового контраста, контраста намарского, по-моему, очень показателен и возможностью своего подсчета количественного, и возможностью очень легкой компьютерной морфометрии. Давайте посмотрим, как на самом деле может быть реализована такая схема. Наверняка на физике вам рассказывали про голографию, каким образом она формируется. И я приведу всего лишь две схемы, каким образом это возможно. Первая – это схема Лейта Паткинса. Конечно, говоря о голографии, нужно упомянуть ее изобретателя. По сути, это человек, который первым предложил такой метод. Это Денис Габор. И здесь, так же, как в методах контрастирования, у нас есть опорный луч, который не проходит через объект. И луч, который в данном случае освещает наш объект. И отражение от этого объекта вместе с опорным лучом приходит на фотопластинку, где происходит интерференция этих лучей. Что это означает? Это означает, что в тех местах, где у нас будет конструктивная интерференция, на фотопластинке образуются кристаллы серебра после проявления. На тех местах, где была деструктивная интерференция, после проявки, после обработки фотопластинки, эти места останутся прозрачными. И если мы теперь такую фотопластинку будем освещать таким же источником света, который у нас был при съемке, здесь сформированы как будто бы микрозеркала, которые часть света могут отражать. Но эти микрозеркала оказываются сформированы таким образом, что при таком освещении они полностью восстанавливают исходный фронт волны. Причем и фазу, и интенсивность. Понятно, что если здесь у нас для каждой точки сохранена теперь фаза и интенсивность нашего света, то это то же самое, что у нас бы стоял наш исходный объект за данной пластинкой. И мы могли бы тогда этот объект с вами увидеть. Таким образом, голографический такой способ позволяет нам сохранить для нашего объекта все параметры фронта волны, который был при его освещении. А это означает, что, например, наш объект можно посмотреть под разными углами. С этой стороны будет объект по одному виден, с этой стороны по другому. В принципе, мы можем даже перефокусироваться. Если здесь используем, скажем, линзу, то мы можем, условно говоря, ее использовать так же, как если бы мы ее использовали, чтобы рассмотреть какие-то части на нашем исходном объекте. Второй вариант микроскопии, извините, голографического построения изображения был предложен нашим соотечественникам Юрию Николаевичу Денисюк. Работал как раз в нашем городе. И здесь идея чуть-чуть проще. А зачем нам с вами делать два отдельных источника? Зачем нужна отдельно опорная волна и отдельно которую мы получаем от объекта? Если можем просто поставить нашу фотопластинку вот таким образом. Смотрите, освещающая волна проходит через фотопластинку. Освещает наш объект фотопластинка до проявления прозрачная. Но на нашем объекте происходит отражение света и рассеяние. И, соответственно, какая-то часть волн идет обратно на фотопластинку. И здесь они интерферируют. Здесь образуются участки. Если мы посмотрим эту пластинку, разрежем, будут участки, где серебро, скажем, проявилось и где нет. Причем, так как это расстояние, на котором все будет происходить, соответственно, близко к длине волны света, то в данном случае мы можем теперь освещать такую голограмму обычным белым светом. И получать полноцветное исходное изображение. Такие голограммы вы видели на денежных купюрах, на банковских карточках, где угодно. Но, опять же, так как при использовании такой голограммы восстанавливается исходный фронт волны, можно использовать любые, при необходимости, оптический прибор. Как можно реализовать этот принцип в микроскопии? Предположим, что у нас есть некий объект. И мы подаем один луч освещающий через этот объект, второй, условно говоря, опорный, так, чтобы он пришел на наш экран и позволил нам увидеть разницу фаз. В итоге мы с вами можем увидеть вот такие картинки за объектом. Как видите, за счет интерференции, так как на объекте происходило изменение фазы, объект, предположим, прозрачный, мы сможем здесь сейчас с такой голографией восстановить, если снимем это на цифровую камеру, и, соответственно, если хотите, можно будет посмотреть отдельное видео, этому посвященное, мы сможем с вами восстановить и фазу, и амплитуду. Ну, а дальше мы можем пересчитать этот объект обратно. Давайте я покажу небольшое видео. И посмотрите, можно увидеть, что эта дифференционная картина, которая получается в таком голографическом микроскопе, отражает как изменение формы объекта, так и его положение. То есть, в принципе, восстановив из этой картины, что можно сделать математически исходный объект, можно получить достаточно хорошее его изображение. И действительно, такое было сделано, есть такие микроскопы, как, например, есть микроскоп фирмы 4DEEP, который можно использовать, например, для исследований в толще воды. Его можно прицепить, например, к кораблю, или если хотите погрузить просто на какую-то глубину, он будет постоянно снимать изображение, и вы сможете за счет этого в дальнейшем после реконструкции включить изображение ваших объектов. Само по себе устройство такого микроскопа примитивно. Вам понадобится всего лишь источник когерентного монохроматического излучения. В данном случае используется лазер, причем достаточно немощный. Вам нужно, чтобы у вас был точечный источник света, поэтому понятно, что ширина лазера достаточно большая, используется точечная диафрагма. Дальше у вас таким фронтом освещается ваш объект. И за счет интерференции волн, которые прошли рядом и осветили ту часть, которая занималась объектом, прошли через объект, вы видите информационные картины, которые в дальнейшем, так как это все снимается на камеру, могут быть пересчитаны, так как они будут отражать в данном случае изменение именно фазы света. То есть, по сути дела, это такой вариант интерферометра, если хотите. Действительно, такое уже применялось, и есть статьи. К сожалению, статья уже достаточно старая, но, тем не менее, этот метод все еще продолжает развиваться, и я думаю, что рано или поздно он будет уже оформлен как-то более подробно. Изображения, которые здесь удалось получить, отражают действительно наши биологические объекты, многих из них можно даже узнать. И, конечно, если есть необходимость исследовать большое количество, большой объем, например, жидкости, в которой находятся ваши клетки, то использование такого микроскопа, который можно просто протащить за кораблем в течение большого времени, который будет просто постоянно снимать изображение, достаточно удобно. Вот такой подход к осевой голографической микроскопии, когда мы используем с вами освещение и нашего объекта, и получающуюся опорную волну по одной и той же оптической оси, имеет все-таки некоторые недостатки. Во-первых, мы с вами используем в основном в данном случае когерентное излучение, лазерный свет. И, конечно же, в случае, если у нас излучение когерентное, то есть проблема в том, что любые небольшие дефекты нашей оптической системы, пинс, чего хотите, естественно, будут влиять на фазу света, и мы будем получать вот такие дефекты, как на данной картинке, видите, круги, затемнение и много других артефактов. Плюс этот метод в варианте с использованием высококогерентного излучения нельзя использовать в сильно рассеивающей среде. Мы не можем его использовать в коллагене, мы можем его использовать в каких-то эмульсиях, если хотим. То есть этот метод позволяет работать только в оптически прозрачных средах и малорассеивающих. Если же мы будем этот метод немножко модифицировать, например, брать излучение с меньшей когерентностью, то тогда, немножко убирая первые две проблемы, мы набираем вторую проблему. Нам необходимо получить несколько снимков со сдвигом фазы. Ну и плюс разрешение у нас от максимально возможного падает примерно в два раза. То есть метод, как видите, быстрый, простой, нам вообще никакой оптики особо не нужно, но имеет свои недостатки. Давайте посмотрим, какие есть варианты выхода из этой ситуации. Метод, о котором мы говорили, использовал для осевой нашей голографии случай, когда источник нашего света находился на оси. И если у нас есть теперь экран плоский, то, как видите, волны на этот экран приходят немножечко в разное время. И картинка, которую мы с вами получали, действительно представляла собой вот что-то такого вида. Конечно, она отражала исходный объект, но были сложности, которые мы с вами перечислили. А что, если мы нашу опорную волну сделаем с вами, как будто бы она идет от бесконечно удаленного источника, и более того, сделаем так, что она идет под каким-то достаточно острым углом. Таким образом, у нас есть какой-то свет от нашего объекта, который идет так, у нас есть интерферирующийся с ним свет, который идет под углом. Получается, что на результирующей картинке, в случае отсутствия объекта, мы увидим просто наклонные полосы. Результат конструктивной и деструктивной интерференции. В случае же, если у нас есть объект, то мы с вами увидим вот такую интерферограмму, или, если хотите, голограмму, где у нас за счет изменения полосок на эритроците, как видите, здесь полоски делают вот что-то вот такое, мы сможем оценить с вами фазу, а за счет места между полосок сможем оценить амплитуду. То есть у нас получается возможность при съемке такой картины, например, цифровую камеру, получить для каждой ее точки как амплитуду, так и фазу волны. Понятно, что в дальнейшем есть некие численные преобразования, которые позволят теперь эту картинку, интерферограмму, которую получили, преобразовать обратно к нашему источнику. Но посмотрите, какие здесь плюсы. Во-первых, картинка гораздо проще интерпретируется. Если у нас шаг между этими отдельными полосками одинаковый, ну, собственно говоря, у нас там никакого изменения фазы в нашем объекте нет. Во-вторых, если у нас есть какие-то изменения, например, от нашей оптической системы, мы их можем учесть. Можем снять просто изображение без нашего объекта. И таким образом, вот такой подход с внеосевой голографической микроскопией, он позволяет решить сразу же несколько проблем осевой микроскопией. Как это может быть реализовано? Ну, предположим, у нас есть некоторый источник, причем он не обязательно должен быть абсолютно конгерентным, это может быть даже, в принципе, и источник с меньшей конгерентностью. И у нас есть с вами делитель луча, который делит луч на две части. У нас есть наш опорный луч, который мы освещаем просто нашу камеру. У нас есть луч, который проходит через наш объект, наш объектив, и тоже попадает в итоге на камеру. Но луч опорный, посмотрите, идет под углом, строго по оси. Картинка, которую мы получаем из себя, имеет некий микс картинки, которая позволяет нам восстановить фазу. Посмотрите, если мы ее увеличим, видите, есть отдельные области, которые чуть более яркие, чуть менее яркие, а между ними мы видим не что иное, как то же самое изображение, но уже в амплитудной части. То есть, если мы посмотрим на эту картинку с меньшим увеличением, видите, отдельные клетки видны, хотя они очень контрастны, близко к проходящему свету. Но наличие этих вот отдельных участков на интерферограмме позволяет нам после обработки этого изображения восстановить исходный фронт волны. И в данном случае мы можем получить фазовое изображение, то есть для каждой точки мы знаем, насколько у нас с вами отстал или опередил света наш опорный луч. И как мы уже говорили, что в данном случае изменения у нас возможно только за счет изменения коэффициента преломления в нашем образце. А если у нас клетки находятся в жидкости, то изменение коэффициента преломления – это наличие растворенных в этой жидкости веществ. В основном, конечно, органического происхождения. И это позволяет нам сделать вообще интересную вещь. Можем пересчитать для каждой точки вес в виде сухого вещества. Если мы воду убрали, сколько бы весила данная точка. Что открывает некоторые интересные перспективы для исследования. На самом деле такие микроскопы есть уже и коммерчески доступные. Например, фирма Тескант выпускает такие микроскопы. Они немножечко более сложно устроены, потому что здесь и для опорного луча, и для луча, где вы кладете ваш объект, используется абсолютно одинаковая оптическая система. Как видите, используются два объектива. Используется свет с меньшей когерентностью, который позволяет делать очень интересные вещи. Например, работать в мутной среде. В коллагеновой матрице. Или в каких-то липидных включениях. Я позволю себе показать небольшое видео, которое было для компании сделано. Где в коллагене, понятно, что он достаточно сильно рассеивает свет, хорошо видны клетки, которые к нему передвигаются. Посмотрите. Понятно, что в случае проходящего света, так это толстый образец, мы мало чего смогли увидеть. Дифференционный контраст, фазовый контраст, тем более, тоже не дал бы нам возможности получить подобную картинку. А вот, например, неосевая коллаграфическая микроскопия при условии низкокогерентного источника света позволяет нам работать даже в такой рассеивающей среде. Конечно, метод интересный и в будущем будет совершенствоваться. Но давайте просуммируем то, что нам такой метод дает возможность сделать. Во-первых, мы с вами снижаем шум паразитную интерференцию. У нас нет вот этих лишних кругов от засветки и так далее. Разрешение. При получении одного изображения мы получаем с вами разрешение, сходное с обычным микроскопом проходящего света. То есть мы его не теряем. Конечно, оно не увеличивается, но зато и не теряется. Мы можем количественно оценить фазу и, соответственно, оценить длину оптического пути. А в данном случае это оценка массы сухого вещества в каждой точке нашего препарата. Мы можем работать в мутных, оптически рассеивающих средах. И в данном случае изображение, где мы смогли реконструировать, например, бактерии, нейрон, эритроцит. Как видите, действительно, здесь можно посчитать и объемы, и коэффициент преломлений, и пересчитать это в сухую массу. Пример работы в рассеивающих средах я уже показывал, но в том числе это может быть и в растворе фосфолипидных липосом. По сути дела получается как молоко, оно не очень прозрачно. Но видно, как клетки реагируют на такое воздействие. Есть еще несколько вариантов голографической микроскопии. Например, есть возможность, так как мы получили и фронт волны, соответственно, и фазу, и амплитуду, при помощи цифровых методов реконструировать, как бы перефокусировать полученный свет чуть выше, чуть ниже. То есть, в принципе, можно сделать такую трехмерную реконструкцию, если это еще совместить с оптическим пинцетом, так, чтобы у вас клетка, которую вы микроскопируете, оказывалась неподвижна в каком-то месте, то можно получать вот такие интересные серии изображений, где одна и та же клетка, за счет того, что она двигается в этом пинцете, снята немножко по-разному, и можно восстановить даже ее трехмерную структуру. Отмечу, что эти клетки без окраски какой-либо, это именно изменение коэффициента преломления. И, конечно, эти методы будут только развиваться. Таким образом, малографическая микроскопия отличается получением информации не только об амплитуде, но и о фазе. Есть несколько разных подходов. Осевая, внеосевая, с когерентным, некогерентным источником и так далее. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Это очень активно развивающаяся методика. И чего можно будет с этой методикой делать через несколько лет, я думаю, даже сложно предсказать. На данный момент, 2020 год, если у нас есть возможность использовать эту методику для работы с клеточными культурами, то для такого подхода, для автоматической морфометрии на сегодняшний день, лучше всего использовать голографическую микроскопию с низкокогерентным источником света и регулируемой степенью когерентности опорного луча, что позволяет работать, например, в мутных средах. Давайте рассмотрим вопросы, которые встретятся по данной лекции. И по методам контрастирования вопросы будут достаточно типовыми. Во-первых, позволяет ли метод контрастирования визуализировать амплитудные и фазовые объекты? Амплитудные объекты, собственно, то, ради чего эти методы и созданы. Понятно, позволяют. Амплитудные объекты тоже. Вспомните картинку, где окрашенный препарат был в фазовой микроскопии и в микроскопии намарского. И там, и там мы этот окрашенный препарат увидели. То есть оба метода и фазовую амплитудную составляющую позволяют увидеть. Дальше, что в итоге визуализирует данный метод? Понятно, что мы не можем отдельно говорить о толщине и, кстати, переломлении. Мы визуализируем только разницу в оптическом пути. Требует ли метод установки поляризатора и анализатора? Только дифференционно-интернационный контраст от нас этого требует. Зависит ли разрешающая способность от ориентации? Очень сильно выражена для дифференционно-интернационного контраста. Меньше для Хоффмана, абсолютно не выражена для фазового. Имеют ли артефакты? И можно ли количественно измерить разницу линии оптического пути? Используют ли только лучи, образовавшие в ходе диффракции? Напомню, только метод темного поля у нас использовал. Лучи после диффракции. Остальные методы собирают оба луча. Могут быть вопросы по тому, что такое двулучие переломления. Или что должно отличать внутреннюю структуру такого вещества. Но здесь единственная просьба писать более-менее развернуто. Ответ просто анизотерапия точка здесь не принимается. Потому что анизотерапия в переводе с латыни это разность. То есть по направлению различается по какому-то параметру. По какому параметру нужно указать. И в данном случае, если вы будете писать в ответе, как в прошлое несколько лет писали анизотерапии, тогда нужно написать по пациенту преломления. Могут быть вопросы на то, что мы в каждом методе видим. Например, в случае дифференциационного контраста. Во-первых, это длина оптического пути. Во-вторых, это получается первопроизводная длина оптического пути. Вопрос, какой из методов лучше использовать для трехмерной реконструкции? Ответ очень простой. Какой из методов имеет лучшее разрешение по глубине? Естественно, дифференциационный и традиционный контраст. И поэтому, если вы будете дальше микровинтом через ваш препарат проходить и делать снимки, вы получите серию практически срезов вашего препарата. Оптических срезов. И дальше можно использовать это для реконструкции. Будут вопросы по методам. Методам. Видо, какую роль играет. И дальше, например, призма Волостона. В методе контрастирования по дифференциационному контрастированию. Или 15% пропускающая полоска по Хоффману. Будут вопросы на использование методов. Например, какой из методов можно будет использовать с двухчепроломляющими образцами? Какой нет. Какой метод можно использовать, если вам нужно получить наилучшее разрешение? Или, если вы хотите работать с пластиковой чашкой, какой из методов нельзя использовать? К этой же серии вопросов может относиться вопрос по таблице. Например, какой из методов вам лучше использовать совместно с эпилюминацией для флюисцентной микроскопии, если у вас флюисценция очень слабая? Понятно, что в этом случае все, что находится выше объектива, должно минимально блокировать свет. В случае Хоффмана у нас блокируется, скажем так, где-то порядка 25-30%. В случае фазового контраста у нас только вот это вот фазовое колечко, а вот в случае дифференциально-нутриционного контраста у нас там стоит с вами анализатор, у нас там с вами стоит призма Волостона. Ну, собственно говоря, яркость может уже достаточно сильно проседать, хотя все зависит от условий. Про голографическую микроскопию будут только два вопроса. Это что такое количественная фазовая микроскопия? Ответ очевиден. Микроскопия, при которой вы можете количество наценить фазу, соответственно, количество наценить, например, массу сухого вещества в наших клетках. Ну и будет вопрос только про осевую голографическую микроскопию, то есть писать схему простейшего осевого голографического микроскопа. Здесь тоже все понятно. Вам нужен источник эгретного освещения, вам нужна диафрагма, чтобы сделать из него уж совсем точный источник света, вам нужен ваш препарат, и просто нужна без какой-либо дополнительной оптики матрица камеры, на которой будет проецироваться вот эта интерферограмма. На этом наша сегодняшняя лекция завершена. Просьба задавать вопросы в комментариях, если они возникнут. Также в комментарии я добавлю, наверное, в описании видео, ссылки на видео, которые могут каждую из этих тем немножко более подробно описать. К сожалению, они будут на английском, тем не менее полезны для просмотра. Спасибо за внимание. До следующей лекции. До свидания.